Борис Григорьевич, здравствуйте. Добрый день. Ну, у нас на календаре август. Это значит, что время отпусков позади. Не за горами начало нового театрального сезона. И вот, конечно, хотелось бы спросить сразу же, каким он будет, чем порадуйте зрителей. Но все-таки давайте вначале вспомним сезон минувший. Это был юбилейный сезон. Театр исполнил 170 лет в прошлом году. Вот что было самым важным? Ну, пожалуй, таким глобальным событием, которое прошло в прошлом сезоне, в юбилейный год, и в год театра в России. Это был первый фестиваль Международного театрального фестивального союза. К нам приезжали коллеги из Армении, Казахстана, Белоруссии, Молдавии. Это был большой театральный праздник и праздник единения театральных людей. Этот фестиваль, я надеюсь, станет традиционным. Мы будем проводить его один раз два года, в четный год, простите, в нечетный год, потому что в четный год фестиваль у Золотых ворот, наш в 20-м году уже шестой фестиваль. Пожалуй, это самое главное, такое масштабное событие, которое было в прошлом сезоне. Но кроме того, мы выпустили ряд очень интересных спектаклей. Мы завершили сезон спектаклем Анна Каренина. Впервые на Владимирской сцене возникло это произведение Льва Николаевича Нолстого. У нас ставил в прошлом сезоне всемирно известный режиссер Дмитрий Астрахан. Он поставил на спектакль доходное место. Мы побывали на ряде крупных фестивалей. Мы получили награды различного уровня на всех этих фестивалях. Мы были за рубежом, мы были в России, мы участвовали в театральных сезонах на Кипре. Фестиваль, который проводится под патронатом президента Кипра и Министерства иностранных дел России. Это такое знаковое событие. Сезон был очень интересный, насыщенный, активный. Что касается театральных премьер, мне удалось посмотреть одну из них в прошлом сезоне. Это комедия «Новый год форева». Такое интересное произведение по пьесе драматурга актрисы Елены Скороходовой. А с вашей точки зрения, какую премьеру прошлого сезона следует отметить особенно? Доходное место? Вы знаете, мы весь подводили итоги сезона. Мы проводили анкетирование зрителей. И по результатам зрительского голосования лучший спектакль сезона был признан спектакль «Поминальная молитва», который прошел в самом начале сезона, сразу по окончанию фестиваля у «Золотых ворот». Этот спектакль пользуется огромной популярностью зрителей. И актер, играющий главную роль в этом спектакле, Андрей Щербинин получил главную награду. И актриса занята в этом спектакле, Наталья Демидова, тоже получила награду зрителей, любимая актриса этого сезона у зрителей. Так что я бы, наверное, согласился со зрителями и поддержал их, что самый яркий спектакль сезона был спектакль «Поминальная молитва». Но при этом я должен сделать поправку на то, что завершили мы сезон не менее ярким спектаклем Анна Каренина. Немного людей его увидело. И не успели собрать должное количество голосов. Я надеюсь, что в следующем сезоне он будет отмечен зрителями, как, впрочем, и все остальные наши премьерные спектакли. То есть все-таки наша публика Владимирская, она очень глубокая, она делает предпочтение серьезным произведением? Да, разумеется, конечно, конечно. Очень изыскательная, очень требовательная, очень серьезная публика, очень серьезные зрители. Конечно, они хотят видеть в театре глубокие, человеческие, серьезные произведения. Хотя, я вам должен сказать, что может быть, то есть не может быть, а безусловно, «Новый год forever» тоже имеет право на внимание зрителей, на приход на этот спектакль, безусловно. Это очень человеческий, очень добрый, веселый. Он такой легкий такой, да. Комедии тоже нужны. Комедии, безусловно, нужны. И это одна из немногих комедий современных драматургов, которую можно ставить на сцене и показывать зрителям. Теперь все-таки давайте поговорим о планах на будущее. Чем порадуете нашу публику в следующем сезоне? 19 сентября первая премьера сезона, спектакль «Исповедь тенора», биографический рассказ о народном артисте СССР Владиславе Пьевко. Он играет в этом спектакле, он главное действующее лицо, но, собственно, он и рассказывает свою биографию. Она насыщена удивительно интересными событиями, он очень интересный человек. Я надеюсь, что публике, зрителям будет любопытно пообщаться с Владиславом Ивановичем, услышать его голос, он будет петь и узнать о его жизни, непростой, но насыщенной удивительными событиями. Следующая премьера сезона 26 октября называется «Спектакль «Праздник был» по рассказам Шукшина. И он пройдет необычно для нас в пространстве. Зрители будут находиться на сцене, и актеры будут играть на сцене. Такое, в общем, единение зрителей и актеров в этом спектакле. Шукшин Народный, писатель, мы многие произведения его знаем, мы любим этого писателя. И, мне кажется, это будет интересно. Такой экспериментальный спектакль в нашем репертуаре. Следующая премьера 22 ноября, спектакль «Маскарад» Михаил Ильич Лермонтов. Ставит этот спектакль известный режиссер Вадим Датсингер. Он уже работал с нашим театром, в его постановке идет спектакль «Визит дамы». Известный в России талантливый режиссер. Новый год для и детей, и взрослых. Спектакль «Питер Пен» в постановке Владимира Кузнецова. То есть детей тоже не оставим без нового спектакля? Нет, мы всегда о детях помним. И к каждому Новому году мы готовим очередной спектакль для детей. Но я надеюсь, что, как и все предыдущие наши спектакли, он будет интересен и для взрослых. Следующая премьера на малой сцене. Этюды по произведению Булгакова «Мастер и Маргарита» Это тоже необычная для нас работа. Это совместная работа с приглашенной польской актрисой, Камилой Каминской, нашей актрисой, Ариадной Брунер. Спектакль ставит Владимир Кузнецов. Он будет идти на малой сцене. В гибели 75-летие Великой Победы мы сочиним спектакль, который называется «Блокадная книга» по произведениям Даниила Гранина. И завершим сезон мы спектаклем легким, мюзиклом, веселым, популярным «Собака на сене». Это тоже спектакль постановки московского режиссера Екатерины Гранитовой. А между «Блокадной книгой» и «Собакой на сене» будет еще один моноспектакль на малой сцене в исполнении актрисы Валерии Емельяновой. Он будет называться «Осидора Дункан». О этой выдающейся балерине, о выдающемся человеке, подруге, близком человеке Сергея Есенина. Борис Григорьевич, Владимирский драмтеатр – активный участник многих фестивалей. Вы уже говорили об одном из них новом, который в прошлом году у нас проходил. В этом году что планируется? То есть к нам кто-то приедет? Во-первых, у нас обменные гастроли с Крымским русским драматическим театром. 23 сентября мы улетаем в Крым, и 24-го начинаем там гастроли, а наши коллеги из Симферополя прилетают к нам. И тоже 24 сентября начинают показ своих спектаклей на нашей сцене. Это вот такой обмен. Он происходит в рамках больших гастролей, которые проводит федеральное агентство, федеральное гастрольное агентство. Кроме того, мы ведем переговоры с этим же федеральным агентством о приезде в какое-то время одного из ведущих театров страны. Это может быть либо театр Махтангова, либо театр Наций, либо Сатирикон. Ну, в общем, один из ведущих театров страны приедет к нам с гастролями с двумя-тремя спектаклями. Пока не определено даты, но это произойдет. Кроме того, у нас 27 и 28 октября должен гастролировать Тбилисский русский драматический театр имени Грибоедова. Они должны привести два спектакля «История лошади» и «Шинель». Это очень серьезные большие гастроли этого театра, потому что до нас они будут в Казани, в Йошкар-Оле, на Нижнем Новгороде. И последняя, завершающая точка их гастроли – это Владимир. Я надеюсь, что интерес к этому театру будет, потому что это известный, заслуженный коллектив, известный в России, в мире, с хорошей труппой, с хорошими спектаклями. То есть 171-й сезон не уступит 170-му? Я надеюсь. Я надеюсь, что... Ведь, понимаете, задача в том, чтобы каждый новый сезон хотя бы на ступенечку подняться вверх. Я надеюсь, что мы этот шаг совершим. Борис Григорьевич, большое спасибо вам за интервью и желаю вам и вашему коллективу дальнейших творческих успехов, достижений и благодарных зрителей, конечно. Спасибо вам.